Так, я сейчас тогда покажу свой экран. Так, подтвердите, пожалуйста, что видно мой экран. Да, видно. Отлично. Ну, смотрите, Викиданные — это один из самых молодых проектов фонда Wikimedia. Его запустили в 2012 году, ну, то есть 8 лет назад, по сравнению с Википедией, которой уже там 19 лет. Он больше, чем в два раза моложе. И запустили его изначально для того, чтобы централизованно хранить интервики-ссылки. Это ссылки, которые ведут из одного языкового раздела, ну, другой языковой раздел. Раньше ссылки проставлялись в каждой статье на каждый раздел отдельно. Если там добавлялся, например, какой-нибудь 201 язык, то надо было пройтись по 200 Википедиям и добавить ссылку на него в каждую Википедию. Собственно, изначально Викиданные создали как раз для того, чтобы хранить все эти ссылки в одном месте. Вот его запустили, собственно, в 2012 году в тестовом режиме. В 2013 году как раз начали хранить в нем Вики-ссылки, и ничего больше не было. И долго-долго шла разработка, и в 2015 году появилась возможность, в 2014 появилась возможность использовать, уже хранить данные, использовать данные из Викиданных Википедии. А в 2015 появилась более расширенная возможность использовать любые данные, и это позволило строить достаточно интересные технические вещи. Например, там в статье о персоне выводить не только место его рождения как город, но и страну показывать, при этом что-то еще показывать. То есть значительно более интересные возможности появились. В 2018 году в Викиданные добавилась такая сущность, как лексемы. Это, по сути, формы слов, и это сложная разработка, которая еще не закончилась. Она сделана для Вики-словаря. Собственно, Вики-словарь предлагается, что он сам по себе очень, по сути, на шаблонах весь сделан, и участники Вики-словаря надеются, что его можно будет рано или поздно перенести в Викиданные и хранить все в Викиданные. Но прошло вот уже два года, и там, на самом деле, еще очень много работы, которая пока не очень движется. Вот. В этом году появилась интересная разработка под названием Wikidata Bridge, которая позволит просто удобно редактировать Вики-данные прямо из Википедии, но, к сожалению, она пока в тестовом режиме, подключена только в каталанской Википедии, и, возможно, еще в нескольких. Теоретически там русская будет, наверное, в первой десятке подключенных Википедий, ну и потом там все остальные. Поэтому, я думаю, мы там в начале 2021 года это увидим. И еще в следующем году должна запуститься абстрактная Википедия. Это, по сути, Википедия, которая автоматически выводит данные из Викиданных, и не нужно писать тексты. Пока это все в очень начальной стадии, но посмотрим, что из этого получится. Что вообще из себя представляют Викиданные? Викиданные хранят какие-то информацию о объектах. Например, если у нас есть вот там, не знаю, Эверест, гора, да, то мы как-то записываем. У нас есть элемент Эверест, у него есть свойства, это в частном случае понятие, и в значении этого свойства мы указываем гора. Либо там можем у Земли указать наивысшую точку, что это Эверест. Либо у того же Эвереста можем высоту указать. То есть у нас всегда есть основная сущность, для которой мы указываем значение, собственно, свойства, которые мы указываем, и значение этого свойства. Кроме значения, вот могут быть квалификаторы, они выделены синим цветом, синей рамочкой на этом слайде. То есть можно давать уточнение, например, какие-то значения были верны в определенный период времени, то есть тогда для них можно указать дату начала до окончания. Либо там какой-то метод определения, может быть что-то еще. Это все указывается в квалификаторах. Кроме этого, у утверждения желательно иметь источник. Вот в красных рамочках они указывают. И в какой-то идеальном будущем каждое утверждение предполагается, что будет иметь источник. Сейчас многие утверждения просто были перенесены из Википедии, и у них обычно написано, что там это значение импортировано из Википедии. Это недостаточно хороший источник, многие участники на это жалуются, но мы идем к светлому будущему, где у нас будут все ссылки на хорошие источники, типа той же Британики, и просто там сайты, которые, внешние сайты, которые можно получиться авторитетными источниками. Ну вот здесь, да, чуть поближе конкретное утверждение. Собственно, что у нас есть? Как я уже сказал, есть элементы основные, которые описывают вот такие понятия, есть свойства, которые для них указываются, есть лексемы, у которых тоже есть также свойства, они, по сути, подобны элементам, но описывают слова. И есть медиаинформация, она не используется непосредственно в Викиданных, но надо понимать, что Викиданные работают на движке, который называется Викибэйс, он может использоваться не только для Викиданных, но и для других проектов. В частности, он используется на Викискладе, и на Викискладе каждый файл теперь тоже можно описывать таким же образом, как описываются элементы Викиданных. Там можно указать, что на нем изображено, кто автор, какая лицензия, в какой момент это было снято. В общем, очень много разных свойств, и это хранится вот в сущности медиаинформации. Значения свойств могут быть очень разными. Я пока их перечислять не буду, я их просто покажу, когда мы будем уже работать в самих Викиданных. Ну, и что мы имеем на 2020 год? В Викиданных уже больше 90 миллионов элементов, почти 9 тысяч свойств, больше миллиарда утверждений. Утверждения, собственно, вот то, что, например, Эверест – это гора, высота Эвереста такая. Вот это всего больше миллиарда. И больше миллиарда правок. Как мы видим, правок не сильно больше, чем утверждений буквально на 100 миллионов. Это очень хорошо показывает тот факт, что многие элементы создаются при помощи ботов просто одной правкой. Откуда вообще появилась история с Викиданными? Долго хотели хранить каким-то образом информацию, которая у нас есть в Википедии, но в более структурированном виде. Изначально была идея использовать семантик-медиа Вики. Очень много лет подряд шли разговоры о том, чтобы подключить его к Википедии, но с этим ничего не сложилось. Поэтому стали делать Викиданные, посмотрев на аналоги, которые уже существовали. Вот. Ну, в частности, есть большие базы данных обо всем на свете. Из открытых такими были Добипедия и Фрибейс. Фрибейс был создан Гуглом, и он был закрыт в 2015 году, но в тот момент там было тоже порядка двух миллиардов утверждений. Мы видим, это даже там больше, чем мы имеем сейчас. А потом Google открыл новый и в нем там еще в сотни раз, по сути, больше утверждений, чем мы имеем сейчас. То есть нам еще там сильно есть куда стремиться расти. Что вообще мы храним в Викиданных? Самое интересное, я просто делал изначально этот доклад в 2017 году, эту презентацию, сейчас попробовал обновить, и посмотрел, что на самом деле за это время очень сильно выросло количество административных единиц, которые мы имеем в Викиданных. По какой-то странной причине. Видимо, туда умудрили залить действительно все города, все страны, все области, которые вообще только можно. И скорее всего, вот этот сектор больше расти не будет. Людей, видимо, тоже уже всех добавили, кого могли, потому что количество снижается, таксоны добавили, и потихоньку растут всякие другие типы, которые мы храним. Там статьи, например, звезды, очень много всего загружалось в Викиданную. Это график источников. Первый пик – это 2017 год, когда начался очень активный рост данных, которые мы начали забирать не из Википедии, а из внешних источников. Изначально Викиданные росли за счет того, что загружались информации из Википедии. Соответственно, ссылки были либо на Википедию, либо вообще не было ссылок. В какой-то момент стали загружаться внешние базы, и вот мы видим, что начиная с 2017 года количество утверждений с источниками, которые действительно источники на внешние базы, а не на Википедию, оно там растет значительно более быстрыми темпами, чем количество утверждений, например, с источником Википедии в качестве источника, или которых нет источников. Ну и, соответственно, это количество утверждений на один элемент, тоже где-то с 2017 года, когда начали использоваться внешние базы, оно стало просто огромным, и теперь для какого-то элемента, который создан из внешней базы, если мы создаем новую статью, в ней уже будет там больше 10 утверждений, то есть это в карточке значит будет больше 10 полей, скорее всего. Ну и да, это количество подключенных Википроектов, видимо, сам, я не знаю, чем объяснить такой рост Википроектов, либо тем, что в какой-то момент начали удаляться дубликаты, либо тем, что вот подключение внешних баз создало активное создание статей в Википедиях на основе элементов. Но количество элементов, в которых много статей, оно также активно растет. Ну, вообще, про Викиданные, да, там сейчас почти 5 миллионов участников, но надо понимать, что это по большому счету участники разделов Википедии и других проектов, которые, например, создавая статью, создают элементы Викиданных автоматически. и 25 тысяч активных участников, это участники, которые тоже делают какие-то манипуляции со статьями, автоматически делая правки Викиданных. Ну, и там есть какое-то количество ботов-администраторов, которое, на самом деле, не очень быстро растет, ну, как и во всех проектах. Ну, и это все даже вот на текущий момент занимает огромные размеры, то есть я просто не знаю, с чем сравним 22 терабайта, ну, просто вот там диск, который можно купить, достаточно большой, это, например, 2 терабайта, то есть надо таких 10 дисков, чтобы просто разместить все данные, которые мы сохранили, чтобы их еще кому-то показывать, скорее всего, там надо в 10 раз больше. Да, из интересных вещей у нас есть интеграция хорошая с проектом OpenStreetMap, это такой проект, аналог Википедии для карт, и Викиданные хранят часть информации о ссылках на OpenStreetMap, по сути, о тех ключах, которые используются там, а объекты OpenStreetMap хранят ключи Викиданных. В итоге, когда мы работаем в Википедии, зная элемент Викиданных, который автоматически привязан, мы можем тут же получить, например, контур объекта из OpenStreetMap и показать его в статье Википедии. Ну, если посмотреть вообще статьи с координатами, то мы видим, что там к 2017 году мы практически все активно, ну, все места, где живут активно люди, мы покрыли объектами. Там, где люди живут поменьше, там хуже с этим. Но, к сожалению, на 2020 год такой визуализации я не нашел. Вот, но я думаю, что сейчас стало еще только лучше. Ну, это обратная карта, это OpenStreetMap объекты, где указаны связи с Викиданными, и я думаю, тоже за три года там все значительно улучшилось. Да, что, чем хорошо Викиданные? То есть, если Википедия это проект в себе, то есть, по сути, мы пишем тексты, и мы ходим читать в ту же Википедию, чтобы писать тексты, то Викиданные в целом не задуманы как проект, куда мы ходим напрямую за данными. То есть, предполагается, что есть какие-то другие проекты, которые используют эту информацию. То есть, например, та же Википедия, которая показывает карточку с данными из Викиданных, по сути, и является вот этим интерфейсом к Викиданным, через который мы их просматриваем, потому что сами Викиданные, в них, по сути, мы ходим только, чтобы отредактировать данные. Есть проект, собственно, Resonator, который такой предшественник того, что будет в абстрактной Википедии, по которому просто можно открыть элемент Викиданных и посмотреть, как это будет, как будто это статья. Можно делать запросы с разными, например, там, выбрать всех кошек, известных кошек Англии, я не знаю, из Викиданных. Я тоже покажу сегодня. Есть более простые проекты типа хистопедии, которые позволяют на временную линию нанести всякие события из Викиданных. Ну, и очень много-много разных других. Есть много элементов для редактирования Викиданных. Я, наверное, сегодня смогу показать гаджет быстрого переноса Викиданных из карточек и гаджеты с формами для редактирования. Ну, собственно, давайте мы обзорную часть на этом закончим и попробуем что-то сделать в Викиданных. Так, ну, давайте, наверное, попробуем на примере Башкифской Википедии. Давайте сейчас на любую статью, в которой используется универсальная карточка. Она используется много где, поэтому это будет несложно. Ну, вот, мы видим справа универсальную карточку. У меня специально выделено стилями, что вот то, что выделено зеленым, это то, что берется из Викиданных. Скорее всего, это тоже берется значение из Викиданных, просто как-то немножко не так, и у меня оно не выделяется. То есть мы можем посмотреть код и действительно видим, что здесь стоит универсальная карточка. То есть вот все эти данные табличные, которые есть в карточке, они берутся из Викиданных. То, что у меня здесь выводится ID элемента Викиданных, это тоже гаджет, который можно себе подключить. Кому-то это будет удобно, например. Ну, собственно, вот мы и видим, что есть, например, гражданство, тут указаны СССР и Россия. И мы идем там в статью, и тут тоже указаны СССР и Россия. И мы тут видим, что указаны флаги, которых тут не указаны, но если мы пройдем чуть дальше и зайдем там в сам элемент, то у него элемент СССР очень большой, мы сейчас найдем давайте попробуем поиском воспользоваться, что у него был указан флаг. Какой-то из этих флагов вот последний. У него указано, что у него предпочтительный ранг, поэтому скорее всего будет выводиться он. Мы видим, что он и выводится. На самом деле логика вывода чуть сложнее и если какие-то даты указаны в статье, то они учитываются даты флага, но это вот именно то, как мы можем использовать вики-данные. То есть у нас есть данные, которые мы храним в вики-данных и это просто факты, а то, как мы их интерпретируем, например, то, что мы для страны выводим флаг и можем выводить например границы даты или что-то еще, это уже то, что мы пишем программный код, который это делает и то, как он это делает, мы сами определяем. Например, для даты рождения мы показываем возраст или например, я не знаю, мы показываем не только место рождения, но и всю цепочку. При этом в русской википедии эта цепочка будет в обратном порядке покажу она там сначала населенный пункт и в самом конце уже будет только страна. То есть это все может меняться, это все зависит от того, что решает сообщество и какой есть консенсус относительно того, что мы хотим выводить, что мы не хотим выводить, это все может меняться. Давайте на время испорчим эту статью и посмотрим, как вообще это работает с викиданными и без викиданных. Например, если мы хотим добавить какую-то интервики ссылку или удалить ее из викиданных, то на странице элемента викиданных есть объект, есть блок с ссылками на википедию. Вот давайте мы попробуем удалить башкирский и посмотреть, что произойдет со статьей. Так, это русская википедия. Тут у нас не хочет статья обновляться, но мы сейчас вот. Можно сделать пустую правку в статье. тогда ничего не произойдет. Это интересно. Давайте попробуем еще раз. Хорошо. Пробел пуст... Сергей, надо хотя бы пустой пробел поставить, потому что при обновлении без редактирования кэши не обновляется. Какой ужас. Ну, давайте... Да, у нас так. Что-нибудь вот здесь перевод строки добавим. теперь обновится. Вот. И мы видим, что карточка теперь ничего не показывает, потому что элемента нет. нет. Что мы в таком случае обычно делаем? То есть, часто есть статьи, у которых нет элемента, у них нет интервики ссылок. В таком случае мы обычно идем и создаем новый элемент. вот если у вас там установлен гаджет, который у меня, то можно вот здесь на ссылку создать элемент. Но вообще в целом есть блок языков. Я извиняюсь, у меня он только на русском, у меня весь интерфейс на русском. Иначе я не разберусь, что происходит. Вот. Здесь можно связать с русской статьей, то есть там указать язык.ru.